Выборы губернатора Тверской области и депутатов Законодательного собрания 7-го созыва пройдут 19 сентября. Соответствующие постановления приняты во время пленарного заседания Законодательного собрания. Подробнее об этом и других вопросах в сюжете. В этом году единый день голосования пройдет не во 2-е воскресенье сентября, а в 3-е, 19 сентября. Связано это с тем, что именно на этот день назначены выборы депутатов Государственной думы. Соответственно, все остальные выборы тоже. Таким образом, 19 сентября жителям Тверской области предстоит выбрать губернатора, депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания. В соответствии с законодательством были назначены выборы высшего должностного лица Тверской области и Законодательного собрания Тверской области. Они состоятся 19 сентября в единый день голосования. Все было проведено в соответствии с законодательством. И естественно, что те постановления, которые приняло сегодня законодательное собрание в соответствии с уставом Тверской области, будут опубликованы в официальной газете. И по сути дела 23 июня уже стартуют те этапы, которые в конце концов приведут к избирательной кампании территории Тверской области. Депутаты ЗАГС Собрания в двух чтениях приняли новую редакцию регионального закона об уполномоченном по правам человека в Тверской области и уполномоченном по правам ребенка в Тверской области. Закон имеет новую структуру, разделен на главы, в которых содержатся нормы общего характера для обоих уполномоченных. Так индивидуально для каждого из них. В частности, уполномоченный по правам человека избирается на должность законодательным собранием Тверской области сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать должность уполномоченного по правам человека не более двух сроков подряд. Довыми сроками подряд ограничивается деятельность и уполномоченного по правам ребенка. В связи с тем, что мы разделили сейчас эти две должности, мы четко сейчас прописали и полномочия, и обязанности. И самое главное, мы прописали, как выставленная работа отдельно уполномоченного по правам человека и отдельно уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, в двух чтениях принято изменение в закон о порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области. Теперь мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. При повторном назначении мировой судья занимает должность без ограничения срока полномочий.